Ну, из чего созрело это видео, да? Просто меня тысяча людей просит, а Юр говорит, ну, научи отжиматься там тысячу раз на одном пальце, да? Потом показываю методику, она простая вообще, и вы сможете отжиматься тысячу раз на одном пальце. Всё зависит теперь только от вашей усильчивости, и я показываю, то есть, смысл, да, что на вдохе я вдыхаю все силы, все энергии абсолютно-абсолюта, потом на выдохе, смотрите, что я делаю, вот дерево, да? Я на него облокачиваюсь всем моим весом, да? Вот видно, вот локоть, да, согнут у меня, да? И потом я сильно-сильно отталкиваюсь, вот, видите, вот. И одним словом, ребят, я вот так вот делаю десятки тысяч раз, да? Можно даже на мизинь, смотрите. У меня даже тело вот далеко улетает, оно видно чётко, да? Так что вот можно даже не то, что там на одном пальце тысячу раз отжиматься, а можно сотни тысяч раз, ребят, отжиматься. Приветствую вас, пузатые моллюски, с вами Фёдорович. А как вы заметили, начал я своё видео дерзко и без разогрева. Так сказать, сразу убил вас полезными и уникальными знаниями от великого мастера. Конечно, низкомолекулярный человек, который не дружит с Абсолютом, может сказать, что в цирке не был с пяти лет, но клоуна видит каждый день. Но разве такую дерзость можно сказать про человека, который может отжаться на одном пальце сотни тысяч раз? Да за такое он вырвет вам ключицу и воткнёт в глаз. Так что не стоит шутить с тем, с кем боятся шутить даже черти. А если вы по своей наивной глупости думаете, что мастер далеко и вас не найдёт, очень зря. Ведь сенсей умеет даже телепортироваться. Не верите? Смотрите! Чего, блядь? Практика телепорт. Я её в шутку так назвал, да? Берёшь, короче, изображение. Можно какой-то, знаешь, видеофильм взять, где какое-то красивое место силы там заснято, да? Смотришь, да, и говоришь такую фразу. Как там красиво, да? Но меня там нет. Вот всеми чувствами входишь, что так вот хочется туда попасть, в это место, да? Резко закрываешь глаза, да? И воспроизводишь по памяти... Надо очень хорошо запомнить это место. Воспроизводишь по памяти это место. Видишь себя там, что ты там гуляешь. И говоришь, как классно, что я вот там оказался. Значит, очень важный момент по времени, да? Надо научиться быстро запоминать это место. Приблизительно... Ну, приблизительно, хотя бы минут за две, за три, да? Хорошо почувствовать это место. И прямо очень сильно сказать, как я хочу, да? Там меня нет, а я так хочу там оказаться, да? А потом закрываешь глаза, да? И вот ты чувствуешь, да? Вот сначала просто почувствуй там шумы вот эти вот все. Как будто ты там стоишь, находишься в этом месте с закрытыми глазами, и ты радуешься, что ты там оказался. А потом открываешь глаза, а ты там оказался, да? И ты говоришь, как классно, что я вот тут оказался, да? И вот это вот я оказался состояние надо держать по времени в два-три раза дольше, чем ты хотел вот там оказаться. То есть, если первая вот эта вот или картинка, или видео, вот этот репортаж этого места, да, ты там наблюдаешь две-три минуты, да, то там, где ты уже, я там оказался, вот этот слайд, да, и вот это вот объемное изображение, что ты там гуляешь, что ты там любуешься травой, вот это вдыхаешь все запахи, да, по времени должно в два-три раза превосходить, да? Таких прыжков, скачков в течение дня, наверное, чем больше ты будешь делать, да, тем больше твое физическое тело будет с этим соглашаться. Есть большая разница в том, когда человек знает, что говорит, или говорит то, что знает. А наш мастер однозначно и знает, и говорит то, что было, есть и будет в вечно бесконечном абсолюте слияния миров. Поэтому, как я уже сказал, не стоит шутить над учителем, ведь точно так же он может представить и телепортироваться в кабак, в котором вы будете проводить очередной нескучный вечер и заставит вас ответить за шуточки-прибауточки. И хорошо, если все обойдется без вырванных ребер. А если без шуток, то такая техника действительно есть в психологии и спорте, и называется она визуализация. Только вот к телепортации она не имеет никакого отношения. Ладно, думаю, вы уже преисполнились великой и могучей силой вселенского абсолюта и готовы к серьезной технике самообороны. Да, серьезно, ты не верил. Идет медленный боковой удар в голову. Подожди, я буду рассказывать. Нет, ты делай, делай. Я тебе скажу, когда застынешь, застынет в этом положении. Вот смотрите, ребят, внимательно. Для того, чтобы ему дать мне убожку, вдруг ему надо надуть колесом, чувствуешь? Значит, вот слушайте, принимайте. Значит, зная этот фактор, что для того, чтобы ему хорошо быть, дать тебе голову, да, ему надо спушить грунт и желтый, да. Ты, значит, что делаешь? Ты или бьешь лимфосистему, чтобы таз остановить, да, но надежнее, надежнее. Вот под таким углом дать грудь. Вот смотри, вот ты начинаешь путь боковой. Мать, что получится? Ну, не спеши, ты не будь, ну, пошел. Интересно? Еще раз, смотри. Чуть быстрее. Ну как? А я что и говорю? То есть ты ему структуру, понимаешь? Но вырушаешь, зная, 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 какая часть тела, к какому удару. Ну, причем это вы, поймите, я в ключ даю такой, да? Вы же можете это потом это применять вообще в любых ударах. Ну, к примеру, вот смотри, идет прямой удар в нем гол. Смотри, вот сейчас я напоминаю за его анатомию, за его стелекцию. Чтобы ему дать мне голову. Пошел, вот он, пошел. Вот, чтобы дать мне сильно. Сильно. Вот, вот у него, значит, да, ему надо приблизительно вот так вот выстроиться. Значит, что, что мне надо сделать? На этом подлете, когда он начинает прилетать, смотрите, что я буду делать. А вот, смотри, он-то сюда, а я, значит, должен его вот в этом, правильно, в моменте остановиться. Вот теперь смотри, он бьет прямо. Я, конечно, да. Интересно? Слушай, я на том числе я не дам себя стопить. Удача улыбается смелым, правда, потом долго над ними ржет. Но это уже суета, пролетающая в каждой секунде непознанного бытия. А насколько нужно быть смелым, чтобы в момент, когда тебя бьют молниеносным боковым, спокойно, улыбаясь, стоя на месте, делать замах левой рукой и наотмашь пробивать грудь, и не забывайте, что это все мы делаем, пока кулак летит, я даже не могу себе представить. Да это и неудивительно, ведь кто я такой, чтобы даже теоретически подвергать сомнению технику мастера, одевшего камуфляж? Ведь всем давно известно, что каждый, кто показывает древнеславянские воинские искусства, да еще и в камуфляже, автоматически становится неприкасаемым и непобедимым на высшем сакрально-небесно-вселенском уровне, даже стоя на грешной бредной земле. Поэтому учитесь, записывайте техники и тренируйтесь. И может быть сможете хоть раз в десять отжаться от дерева. Дрыщи неблагодарные. А-а-а-а! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как у вас с отжиманиями и телепортом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. А-а-а! Обмазывающий силь! А-а-а! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наше упражнение секретное комплекс упражнений по мевитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Субтитры подогнал «Симон»